15 августа 1919 года город Курган был взят под контроль 5-й армии Тухачевского. Дел в выезде было очень много, так как хозяйство края в результате еще первой мировой и гражданской войны было приведено в полный упадок. Тяжелой была и ситуация с эпидемиями. Здесь огромное количество населения болело тифом, холерой, туберкулезом, скарлатиной. Особо тяжелой была ситуация, конечно, с холерой и тифом, о чем я буду говорить позднее. На эту ситуацию повлиял ряд факторов, естественно, и я бы хотел сначала остановиться на этих факторах. Это, прежде всего, разруха в управлении. То есть, вот 1919 год, УЕС только что взят новой властью. Здесь нет эффективных чиновников на местах. Многие из них некомпетентны, не имеют специального образования и поэтому эффективного управления не существует. Вторая причина – это продовольственный кризис. Дело в том, что именно этот период с 1919 по 1923 год характеризуется крайней неурожайностью. Последний урожайный год был 1919, а это именно то время, когда город и весь УЕС стал фронтом гражданской войны. И очень большая часть урожая была не собрана, а еще большая часть урожая была уничтожена во время боевых столкновений. И поэтому УЕС голодал. И третий фактор, очень важный – нехватка медикаментов. Стоит сказать, что помимо плохого аптечного обеспечения города и уезда, существовало еще фактор влияния на эту ситуацию отступающих белогвардейских войск правительства Колчака. Они перед своим уходом уничтожили все медикаменты, которые не смогли забрать с собой. А часть медикаментов, особенно медицинский спирт, где натурат, был полностью весь сброшен в реку Тобол, что, естественно, затруднило очень восстановление медицинского дела в Курганском уезде. Ну и вот. Уже 22 сентября 1919 года на заседании Ревкома организуется местный отдел здравоохранения, то есть у здравоохранения, как сокращалось тогда. Помимо него образуются специальные чрезвычайные комиссии по борьбе с ТИФом и холерой, ЧКТИФ и ЧКХОЛ, соответственно. Получается, они как бы сотрудничали со здравоохранения, но в то же время существовали автономно и имели очень широкие полномочия, так как ситуация эпидемическая была очень серьезная и необходимо было срочно применять какие-то мероприятия. Но не стоит думать, что работа этих комиссий протекала всегда очень хорошо. Если ЧКТИФ уже в 1919 году начинает предпринимать ряд мероприятий, которые первые свои результаты дают уже к началу 1920 года, то ЧКХОЛ, то есть чрезвычайная комиссия по борьбе с холерой, до 1922 года фактически ничего не делает. И в 1922 году на заседании Ревкома того же, исполкома совместного, признали деятельность ЧКХОЛа неудовлетворительной, ввиду чего произошла ротация кадров. И вот эта вот новая комиссия, второй состав во главе с врачом Костиным, также приступает к противоэпидемическим мероприятиям. Ну и вот, одна из первых проблем, на которую натолкнулись эти новообразованные комиссии ЧКТИФ и ЧКХОЛ, это почти полное отсутствие больничных помещений в уезде. А те, что имелись, содержали очень скромное количество койко-мест и медицинского персонала. И вот, соответственно, организуется в составе этих комиссий специальная работа по изысканию новых помещений под госпиталя и больницы. И вот, допустим, интересен случай, когда переоборудовали бывшую беконную фабрику компании Брюлли Тигерсен на фотографии ее контора, к сожалению, самого помещения невозможно найти фотографию. Получается, бывшая беконная фабрика этой компании была преобразована под госпиталь на 300 койко-мест. Также, допустим, 668-й госпиталь, там условия были крайне неудовлетворительны до такой степени, что больные спали на полу. И тем более удивительной была ситуация в местной городской мужской тюрьме, когда здесь существовали у людей заключенных бани, ванны и достаточное количество коек. Ну, естественно, решили переселить этот госпиталь в помещение мужской тюрьмы, а всех заключенных переселить в женскую тюрьму. Тяжелой была ситуация с медицинским персоналом. Многие медицинские работники часто работали на небедицинских должностях, ввиду того, что пусть там и ниже зарплата, но работа не сопряжена с определенными трудностями и ответственностью. Характерен случай, когда врач курганского медицинского приемника жаловался, что не может отличить настоящего пациента от симулянта. Ввиду этого постановили в двухнедельный срок, еще в 1920 году, снять всех медицинских работников со всех немедицинских должностей всех ведомств, что и было проведено, и дало свой результат впоследствии. Так, это что касается, также получается, на частных квартирах изыскали еще 250 мест для расширения больничных коек. Также в это время прибывает в город тысячадесятый передвижной госпиталь на 600 мест рассчитанные. Но, опять же, нужно было изыскивать новые места, что работа бесконечно продолжалась по изысканию новых больничных мест, потому что их катастрофически не хватало. Увы, в регионе болело огромное количество населения. К сожалению, числовых данных, точных, на данный период мы не имеем, потому что работа статистической службы имеет пробел. Она не была налажена в это время еще. И достоверно известно, что болели многие тысячи. А от холеры даже в 1922 году в некоторых властях нашего уезда смертность достигала 100%, в то время как от ТИФа средняя такая смертность была 20%. Так. Также, я как говорил, важным фактором в преодолении эпидемической ситуации была борьба с голодом. Населению не хватало продовольствия. Естественно, часть исполком старался закупать из соседней губернии и откуда угодно брать. Естественно, очень большой продовольственный кризис наблюдался в больницах. Здесь не хватало зерна, молока, да даже кипяченой воды. Меж тем, достаточное количество зерна часто изыскивалось в железнодорожном кооперативе, который просто так это зерно отдавать не хотел. И только припоследствии исполкома, припоследствии его распоряжений, указаний, некоторое все-таки его количество на постоянной основе Чикатиф и Чикохол в пользу больниц вытребовал у железнодорожного кооператива. Также, эти чрезвычайные комиссии создали еще в 1920 году молочную ферму на нужды больниц. Получается, за заводом Смолина, о котором так речь мельком была в предыдущих лекциях, был организован большой коровник на 200 коров, который все нужды больниц города полностью покрывал. Проводился и добровольный сбор средств среди населения. Они, получается, давали одеяло, одежду для больных, которой не хватало, и, опять же, продовольствие, которое у них было. Оказывали уезду в борьбе с голодом помощь и иностранной организации, такие, как Американская администрация помощи или American Relief Administration и миссия Фриттьюфа Нансена. Я думаю, имя это вам должно быть знакомо, он еще прославился как знаменитый полярник Фриттьюф Нансен. Точно известно, что они выделяли некоторое количество поставляемой за границей зерна, крупы и сахара. Точно известно, что было постоянное представительство в городе Кургане к миссии Фриттьюфа Нансена. Она занималась организацией столовых для рабочих предприятий и особенно детей из детских коммун. Ну, кстати, здесь вот видно организация одной из столовых, это именно Фриттьюфа Нансена миссия работала над ней. Получается, первая самая столовая еще в 1920 году была организована в городе на 300 мест, которая сама по себе пусть и не сильно помогала, но заложила все-таки основу для изживания голода из нашего региона. Так, ага. тяжелая была и ситуация санитарная в городе. То есть, в городе повсеместно и в уезде тем более царила антисанитария. Настолько она... Часто граждане игнорировали все распоряжения чрезвычайной комиссии, уздоровотдела об уборке своих площадей и они сваливали отходы и нечистоты куда попало. То есть, ну, даже не было в каждом дворе ямы для сброса нечистот. И в том числе сбрасывали в реку Тобол, конечно, что, опять же, влияло на санитарное состояние уже всего региона, потому что из реки Тобол все получали воду, а кто-то ее не кипятил. А основной, получается, возбудитель холеры находится как раз в воде. поэтому постановили оборудовать при каждом дворе силами жильцов выгребные ямы, а если те будут уклоняться, то судить их судом рефтрибунала. Получается, велась агитационная работа среди населения. Допустим, для населения города Кургана была издана такая листовка, как приказ памятка по борьбе с Тифом плотяными вшами, где объяснялось, что такое Тиф и как с ним бороться. И вот здесь я некоторые выдержки приведу из этого документа. Ну, то есть, тут видно, что очень понятный такой язык. Все пытались предельно просто объяснить, что главный возбудитель Тифа это блохи, то, что с ними нужно бороться и как с ними бороться. Советовали обрабатывать прежде всего одежду паровой обработкой или пользоваться утюгом. Допустим, люди, которые в это время находились на фронте, могли пользоваться 5-процентным раствором карболовой кислоты, которая, как утверждалось приказ памятки, была совершенно не токсична, на деле же она была чрезвычайно токсична, но в войсках была общедоступна. Опять же, тоже выдержка из этого документа. И характерно еще завершение этого документа. если ты не будешь исполнять этого приказа, будешь продолжать жить в грязи, тогда из своей тесной комнаты переселишься в еще более тесную, которую засыпают землей, над которой сделают холм. Вероятно, что такой простой язык изложения мог повлиять на людей, и они действительно могли проникнуться всей этой мыслью, что да, действительно, тиф – это опасность, с ним нужно бороться, потому что умирать никому не хочется. Ну вот, если получается, как я говорил, главный возбудитель тифа – это блохи, с которыми нужно бороться, то главный возбудитель холеры живет в воде, бациллоноситель. Ну вот, здесь важны больше не чрезвычайные меры даже, а такие меры, как улучшение водоснабжения, кипячение воды и так далее. Ну вот, допустим, в частности, Чикохолом был проведен ряд мероприятий. С 1922 года был полностью запрещен торг всякими фруктовыми водами и квасом, потому что часто люди не кипятили сырье, воду перед тем, как делать эти напитки. В каждом большом общественном месте, таком, как базарная площадь или железнодорожный вокзал, был оборудован специальный бак с кипяченой водой, за которым должны были следить ответственные лица. То есть, постоянно в таком месте должна быть кипяченая вода, постоянно должны быть работоспособные кипятильники. Также велась агитационная работа среди населения. Ну, подобные же документы, как приказ памятка, издавались. Ну, и общая мысль их также сводилась к кипячению воды и неупотреблению покупного кваса или фруктовых вод. Также во времена особенно большой вспышки эпидемии закрывались большие такие места скопления людей, как городской цирк или театр. Хотя вот театр тот же, можно сказать, он в некоторой степени помогал снабжению больничного дела в Кургане и проводили специально благотворительные вечера, вся выручка с которых шла в пользу здравотделов организации больниц и госпиталей. Ну, и стоит сказать, что уже к 1923 году весь этот комплекс мероприятий дал некоторую пользу и допустим эпидемия ТИФа была полностью локализована и ей болели уже не такие колоссальные количества человек, а в уезде все, случаев холеры и вовсе не было зафиксировано. В этом же году получается происходит сокращение эпидемических коек под обычно стационарные места. Эти комиссии перестали существовать также с 1923 года, были преобразованы в эпидемическое совещание при уездном здравотделе. Спасибо за внимание. Ваши вопросы? Я пропустил один момент, да. То, что получается была создана специальная похоронная комиссия, когда советская власть пришла в этот регион, люди сами занимались захоронением людей. Была организована в это время специальная похоронная комиссия, которая занималась захоронением людей. Помимо того, они еще нашли место под новое кладбище. Они содержались вместе с составом больниц, специальных эпидемических бараков в отдельных общежитиях, где подвергались регулярному осмотру и следили за их здоровьем, следили, чтобы эпидемия не продолжалась. Если выяснялось, что гражданин заболевает тифом или холерой, приходили к нему врачи, и если они действительно выявляли у него заболевание, он по возможности переселялся в помещении госпиталя или больницы, если было койко-место. Если койко-место не было, тогда с некоторой регулярностью к нему приходил врач и на дому пытался его лечить. Но это было только первое время, потому что уже в 1920 году было оборудовано достаточное количество койко-место, чтобы изолировать все-таки в отдельных инфекционных отделениях больных, чтобы они не заражали своих родственников, чтобы эпидемия не разрасталась. И стоит сказать, что даже дом после того, как там находили заразного больного, подвергался очистке дезинфекционной. То есть приходил специальный дезотряд, который обрабатывал той же карбулокислотой и так далее, хлоркой помещения и на некоторое время, получается, оно было незаселяемое и только после этого твердо можно быть уверенным, что эпидемия не будет разрастаться из этого дома, что могло быть, конечно. Ну, получается, они шли эти эпидемии практически круглогодично на протяжении 19-23 года. Но особый пик был весенне-летний период, а зимой они несколько затихали и именно зимой часто комплекс мероприятий особенно хорошо что ли проводился, потому что не нагнетала ситуация именно новых заболеваемых и можно было хотя с другой стороны, именно к весне нужно было первая весна 1919-1920 год нужно было озаботиться именно за хранением трупов, потому что многие умершие до такой степени неорганизованное было похоронное дело в уезде, что многие умершие в больнице, даже в городе, складывались штабелями вот прямо возле этой больницы и естественно до весны терпеть было нельзя, потому что к весне это все оттает и это будет новый очаг заразы и поэтому было организовато похоронное бюро и получается с одной стороны зимой было легче, а с другой стороны тяжелее, потому что нужно было к весне обязательно очень много всего сделать но это потом легче было, самая тяжелая конечно весна была 19-20 года ну вот спасибо спасибо аплодисменты спасибо Продолжение следует...